Да уж, уже второй раз за этот матч четыре ничьи подряд сыграли. Это вам не хухры-мухры, особенно учитывая, что это Блиц-матч. Какие еще четыре ничьи подряд? Пока что мы сыграли целых десять ничьих в этом матче, и я сумел выиграть пять партий. Причем не проиграв ни одной. Вот это жесть. Разовью лошадя на F3, ах, позволяю ему пойти А6. И всю вот эту мишуру. Окей, не идет сюда, пойду я 3. И С5, подрывая центр. Ну, возьму пешку. И рокировка. И теперь Б3. Этот вариант я недавно даже смотрел. Так что давайте его и попробуем. Играя в пульку с контролем 1 плюс 0, я с этим вариантом уже сталкивался. Играл я черными фигурами, и против меня такое расставили. Неприятно мне эта расстановка показалась. Здесь я выставлю слона на А3. Именно так нужно играть с белыми, против хода Б6 от черных. Очень конкретный вариантик получается. Конь Д7, Д5 могу задвинуть. В чате спрашивают, почему без музыки. Да если бы я знал, как сюда музыку вставить. Кстати, пишите в комментариях, нужна ли музыка на заднем фоне. Черные забирают пешку на Д4, ну а мы забираем слона на Ф8. И черные теряют право на рокировку. Берем конем на Д4 и в Ферзь Е7. Конь Д2. И кстати, насчет музыки, каждый же может включать свою любимую музыку поверх моего видео. Так что зачем нам вообще музыка на видео? Логично? Логично. Если бы я еще без комментариев играл, то наверное я бы и включил музыку. Играл бы с ней явно получше. А так, если я комментирую партии, то еще и музыку включать поверх этого, ну совсем не комильфо. Так, ладья Д8 от черных. Ну давайте заберем слона на В7. Разменяем белопольных слонов. И конь С4. Начинает грозить взятие конем на Е6. И у черных зависнет ладья на Д8. На конь С6, Ферзь Ф3, связывая коня на С6. Также на конь Д7 я могу конь Д6 ему навесить. И на Ферзь Д5 конь С6. Коняшки у меня будут на суперпозициях. Самые прожженные фанаты шахмат из вас наверняка помнят ту партию. Решающую партию на чемпионате мира по Блица между мной и Накамурой. Там у меня были такие же суперкони. Структура была примерно такая же, и мне удалось победить. Пишите в комментариях, кто из вас помнит эту партию. Ну или хотя бы пишите, если посмотрели ее. В чатике прямого эфира буквально каждый второй пишет, я помню, помню. Причем капслоком. Меня терзает смутное сомнение, что вы ее действительно помните. Ладья Д5 лад пошел. Так, на конь Ф3 конь Д7 есть ход. Конь Д6. Так, ну поехали, попробуем. Ферзик на Ф3. И на конь Д7, конь Д6, ферзь Б8, то ладья Ц8. Ох, суперсложная позиция. Ладья А7. Да, теперь черные не теряют материал. Но пока что. Могу просто пойти ладья Д1, подвести вторую ладью. Коняшку на Д4 подкрепить. Также могу пойти ферзь Ф4, и все-таки конь Д6. Ладно, разовьем ладью на Д1. Конь Д6. И почему-то я думал, черные так пойти не могут. Оказывается, могут. Да, просто хороший ход. Позитулька, правда, у меня чуть-чуть получше. Правильно ведь? Вообще, может, не лучше стою? Конь Б6, конь бе Д4. Нет-нет-нет, не работает. Конь Д6. Ладья бе Д6. А нет, на конь Д6 у него есть для тебя конем на Д4, опять-таки. И после этого ферзь Д7. Вот и проблемка. Очень неприятно. Да, придется мне все-таки пойти на вариант с ходом конь Д6. Но от моего перевеса, видимо, не осталось и следа. Бывает и такое. Эх, он даже, наверное, на Д6 может просто взять ладьей. Ничего у меня там не будет. Да, не знаю, по ощущениям, хороши у меня дела были в этой партии. Ладья бе Д4 и ферзь Д7. Довольно логичный ход за черных. Ведь мой конь нападает на ферзя. Ферзь Д7 и разменяем ладейщики на Д5. А ну-ка, ферзь Д3. Попробую его обмануть. Ладья Д1. Не думаю. Ферзи 5 шажок дать? Либо нет. Эх, ладно, ладья Д1. Ой, конь С3, не могу на Ф5 шаг дать, чтобы ферзя его выиграть. Тогда он даст мне вилку конем на Е2. Ай-яй-яй, смотри, что посчитал. Я-то думал, это я тут что-то нашел. Но посмотрим пока шаг. Какой же я медленный-то здесь. Ай-яй-яй, ход ферзь Д4 проигрывает просто. Эх, придется на этот вариант идти. Он забирает моего ферзя, я делаю вилку на короля и ферзя. И снова мы в окончании. Ладья Д1, единственный способ защитить пешку на Д2. Подтягиваем королька. Ай-яй-яй, что ж я наделал-то? Конь С6, Е5 теперь пойдет. Ладья Д5, конь Д4. Здесь я смогу и устоять. Е5 ушли. Да, сумасшедшие партики-то вообще. Усложнение позиций за усложнением. И в конце концов, как по расписанию, опять ничейки. Ладья С2, ладья Д6. Делаю ничью. Невероятно. Ничья. Вот это да. Все эти усилия за простой ничью. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...